у нас сегодня разговор такой немножко более общей то есть не просто про конкретный клиппер то то есть там стендарт клип например а про вообще в целом клиппинг ну и некоторое сравнение дату из клиперов и вообще ну такой маленький гайд получается по клиппингу вот чтобы ну надеюсь у вас не осталось потом непоняток чуть такое нахрена это вообще надо и чем он допустим ну лучше компрессии или лимитера в каких-то ситуациях да то есть ну типа вот вот так потому что на самом деле именно конкретно про стендарт клип ну что там рассказывать там блин одну одну ручку то ли что ли крутить да вот поэтому ну да это будет немножко более как бы гайд вообще про клиппинг но и конкретно про стендарт клипинг я тоже поговорю как стенд от клип как мой самый любимый клипер вот но и покажу аналоги его с которой вообще есть от бесплатных до дорогих те которые я считаю ну достойны по крайней мере упоминания вот так ну чё по клипером пройдемся дам то есть вообще те кто собственно говоря музыку танцевальную электронную пишут музыку которая должна валить в клубасах да то есть ну должна быть громкой должна быть мощной яркой короче не знаю как угодно мы называете пончевой вот да то есть не просто там биточек какой-то фоновый а вот ну типа чтобы максимально жирно был сталкиваются с такой проблемой что у них иногда не получается сделать громким трек да то есть или например делает трек громким он получается ну каким-то размазанным да то есть особенно тебе это барабанов очень сильно касается я вот покажу на примере потом как это вообще работает барабан остается не такими пончевыми не такими жирными с другой стороны слушаем там какого-нибудь не знаю условно скрилекса у него все настолько ярко четко жирного лида то есть у нас ну собственно говоря закономерный вопрос встает а какого хрена как говорится почему у меня так а почему у него не так вот поэтому клипинг вообще да то есть самый эффект в от этого клипинга он для именно электронный танцевальной музыки крайне важно ну я не могу там сказать такого того же самого проект липинг например про более мягкую музыку да то есть ну я расскажу чем лимитирование от клипинга отличается на то есть от клипинга разного вида soft клипинг от клипинга но именно для электронной танцевальной музыки то То есть весь драм-н-бэйс, хаус, даб-степ, не знаю, там, герридж. Ну, короче, то, что в клубасиках должно играть и должно играть пончево и ярко, да. Там клиппинг, ну, практически обязателен. То есть практически на лимитерах, ну, по крайней мере, далеко не на всех лимитерах можно написать действительно крутой пончевый трек. А на клиперах можно. И прикол клиперов еще в том, что он, ну, они, в принципе, опять же, простые. Они очень простые в работе, да. То есть там единственное, ну, практически во всех клиперах одну ручку мы крутим, одну-две. Окей, я сделал несколько примеров. То есть мы посмотрим клипер, работу клиперов разных, разных видов и сравним его с лимитером на Kiki. Просто плюс я тут еще поставил себе вот такой вот анализатор шейпер-боксовский. Ну, для того, чтобы нам синхронизировано видеть волноформу, да, звука. Ну, типа, что происходит. Это нужно для понимания вообще, что клиппинг делает. То есть, ну, если вы хорошо знаете, как клиппинг работает и что он вообще делает, можете проматывать просто дальше. Но надо рассказать сначала, то есть, что вообще клиппинг, в принципе, делает, и чем отличается софт клиппинг от хард клиппинга, от лимитирования. Это довольно важно. Поэтому будем делать и смотреть на картинку. Вот. Потом у нас будет более-менее такой тоже пример в вакууме. Это сильно с добавленными атаками бит, который клипует заметно, да. То есть, ну, это просто бит. И мы будем тоже смотреть работу клиппинга именно на нем. И финальный, собственно, пример, это какой-то более-менее микс. У меня довольно простой. Тут бит и бас. Такой драм-н-бейсовый, довольно простецкий, ничего сложного тут нет. Посмотрим, как вот лимитром нам, ой, клипером, точнее, нам удастся выжать громкость из него и сравним разные виды клиппинга, во-первых, и лимитирование, какую нам позволит громкость тоже, например, выжать, да. То есть, из, ну, вот этого кусочка. Вот. Давайте сначала начнем с вот этого кика. Я промотал бы там. Да, было дело, было дело. Как там в будущем уже, а? Как там? Надеюсь, все наладилось наконец-то устаканилось. Вот, громкость я пока уберу, потому что, ну, по сути, мне нужно картинку вам показать. Вот, причем, ну, опять же, да, то есть, начну с того, что это все-таки больше общий разговор про клиперы, да, чем конкретно про стандарт клип. Потому что, например, сейчас работу клиппинга, да, я буду показывать вообще на другом клипере. На вот этом Saturate, потому что в стандарт клипе нет того, что мне нужно для, ну, там, вот, больше, больше наглядности, скажем так, да. Потом, кстати, покажу некую странную хрень в стандарт клипе, которую я заметил только сегодня. Это, конечно, супер вообще, супер странно выглядит, но надеюсь, вы найдете этому объяснение тоже. Короче, что делает клиппинг, да, то есть, и вообще клипер, ну, то есть, работа делает, то прием, то же самое, что лимитер. То есть, если есть у нас громкость выше нуля, он эту громкость выше нуля отрубает, да, то есть, только в отличие от лимитера, он делает это максимально резко, да. То есть, вот, если мы сейчас посмотрим на вот эту картинку, ну, не знаю, может, вот так вот, да, ее лучше сделать, чтобы она более стабильная была. Вот, я сейчас буду увеличивать громкость, и мы будем видеть, как вот эти пики, да, то есть, они будут, ну, собственно говоря, превращаться в, ну, такой полуквадрат, да. То есть, вот, например, делаем громче. Вот, я сделал громче, насколько это, да, там, в этом клипере. И, вот, я вижу, что выше нуля, ну, на шкале у меня ничего не выходит, да, то есть, и пик полностью обрезается, да, то есть, ну, и клипер то же самое, что лимитер делает, ну, именно вот этот эффект, да, то есть, ничего выше нуля не выпускает. Есть два разных вида клиппинга. Есть софт клиппинг, есть хард клиппинг. Между ними есть большая разница, на самом деле, и у них применение тоже довольно сильно отличается, да, то есть, друг от друга. Вот это, например, это софт клиппинг. То есть, вот, если мы посмотрим, сейчас, не знаю, вот, еще можно приблизить, на самом деле, это шайпер бокс, как именно, да, то есть, обрезан вот этот, например, вот эта волна, да, это синусоид, это кусочек, кусочек ика. Она обрезана, ну, с таким закруглением, как бы, да, то есть, вот, вот это закругление, более, большая немножко мягкость, это и есть софт клиппинг. Например, если мы сравним это с хард клиппингом, вот, который, ну, вот в стендерд клипе это можно сделать, но это странно работает, но здесь, например, в этом есть еще прям целая ручка, которая, собственно говоря, позволяет нам, ну, типа, более точно как-то управлять. Например, полностью сделаем хард клиппинг. Эта мягкость, эта плавность, она полностью ушла. То есть, у нас тупо теперь вот под ноль, как ножом, срезало, короче, да, то есть, полностью, ну, абсолютно никакой мягкости нет. То есть, вот это хард клиппинг. Чем они отличаются, да, то есть, в плане звука, ну, давайте послушаем. Давайте послушаем, и назначение я тоже, ну, расскажу, почему и то, и другое, в принципе, равнозначно используется. Вот это софт клиппинг по звуку. Сейчас. Ну, вот так. Вот софт клиппинг. То есть, есть срез, может, еще побольше. Но закруглен. Сравните, как звучит на хард клиппинге. Вот сюда вот здесь, смотри, да. Вот, что самое внимательное из вас, наверное, заметили. Софт клиппинг звучит, ну, менее искаженно, да, то есть, ну, дисторшн вот этот не появляется на кике. Ну, как его убрать, тоже есть способ, да, то есть, но он, кик более-менее еще как-то адекватно звучит, да, то есть, не, ну, дисторшнится, короче. Харт клиппинг звучит громче, заметно, но появляется вот этот вот небольшой такой дисторшн, да, то есть, который нам начинает уже жизнь подпорчивать. Вот, то есть, ну, те, кто мастерингом или сведением занимаются, они, я думаю, вот сталкивались с этим эффектом. То есть, когда ты, блин, хочешь громко, а у тебя начинает кик, там, ну, пердеть вообще об этом, грубо говоря, да, то есть, отвратительно звучать. Вот, почему и то, и другое нам важно, да, то есть, ну, и вообще, как вот круто иметь в клипере вот такую вот настройку, да, чтобы, ну, что-то самому подстроить. Не просто вот как в стендард клипе, сейчас вот посмотрим там, софт либо хард, да, то есть, а вот именно конкретно, чтобы подстроить. Потому что, ну, на самом деле, мы, опять же, заинтересованы в максимальной громкости. Я начинал с этого видос, да, то есть, ну, мы, вот, я говорю, электронные, электронные танцевальные продюсеры. Вот, ну, не знаю, танцевальные продюсеры, странно звучит. Те, кто пишет танцевальную электронную музыку. Еще раз, если вы, там, битмейкер какой-то, вас это, например, не может не касаться. То есть, ну, типа, вам это может пофигу быть. Но тем, кто, ну, чья музыка играет в клубасиках, это важно. Мы хотим громко сделать. Но громко, ну, поэтому нам, очевидно, бы хард клиппинг бы, да, везде ставить. Потому что, ну, громко. Но мы не можем, потому что появляется вот этот вот дисторшн, да. То есть, из-за того, что слишком все-таки резко срезается, слишком, ну, прям совсем его рубит топором, да. То есть, появляется вот этот небольшой дисторшн. Вот, поэтому мы можем как бы откатывать, да, немножечко. То есть, например, с хард клиппинга. Ну, давайте попробуем пооткатывать, посмотрим, посмотреть, когда пропадет. Ну, например, вот так. Да, то есть, уже более-менее что-то юзабельное. Но все равно мы сохраняем как можно большую громкость, да. Софт клиппинг нужен тогда, когда, ну, все-таки у нас, например, не такая задача прям сильно раскачать трек. Или просто очень много... Ну, вот сейчас вот пример такой в вакууме, только кик один. Но, как мы посмотрим в другом примере, когда идет еще, например, бас, например, этих басов несколько, и, допустим, есть еще конфликт какой-то, да. То есть, ну, может быть, там небольшой, но бывают пропущенные всякие конфликтные ситуации, да, с киком, с басом, ошибочки такие мелкие. И иногда просто хард клиппинг, ну, ему тупо места уже нет. Ну, невозможно, потому что ты, ну, даже минимальный хард клиппинг у тебя вызывает сразу, ну, довольно жесткий дисторшн. Вот, этому есть решение тоже, это можно, ну, еще до клиппера починить, на самом деле, да. То есть, но вот иногда бывают такие ситуации, когда хард клиппинг, ну, просто практически невозможен, потому что даже на софт клиппере начинает уже, ну, довольно сильно все дисторшнится, да. Вот, ну, и, кстати, открою такую страшную тайну для тех, кто вообще не хочет никакой клиппер, например, иметь. Вы можете, ну, хард клиппинг у нас у всех есть по умолчанию просто в экспорте в ВАВ 16 бит. Вот, кто не знал, ну, вот эта глубина бит депс, да, то есть это, типа, запас хедрума. То есть, например, 16 бит, значит, что у вас выше нуля вообще, ну, будет полный хард клиппинг, ну, просто тупо все свежется. Поэтому можно просто, например, вообще ничего не ставить, а просто свой микс экспортировать в ВАВ 16 бит, и будет тот же самый хард клиппинг, в принципе, точно так же работать. Вот. Что у нас по стендард клиперу, да, вот, и почему стендард клиппу? Почему я сказал, что у него есть некая странность? Вот давайте, ну, то есть на вот этой картинке мы явно видели, да, то есть изменение формы волны, и 24 бита тоже, плагин Алиатс, есть мега-жемучий клипер, ну да, слушай, у многих есть на самом деле клиперы, клиперов очень много. Я расскажу про некоторые еще альтернативы, вот, я пока самые, ну, интересные, с моей точки зрения, рассказываю, то есть, ну, если у вас есть какой-то свой любимый клипер по заранее, они все примерно одинаковые. Например, как работает стендард клип. Вот я, типа, повышаю громкость. Вот, посмотрите, как выглядит вот эта форма волны, как хард клиппинг, ну, по-моему, больше как хард клиппинг, да, то есть, ну, вот, я показывал на примере другого клиппера, этого, Saturate, да, то есть, это не FineJot, выглядит как хард клиппинг, но выбран софт клиппинг, да, например, выбираем хард клип, и ничего не меняется, то есть, ну, вот, форма волны, да, то есть, выберу софт клипп про, ничего не поменялось, выберу рейтио какой-то 2 к 1, ни хрена не поменялось, и в итоге я что-то, если честно, не впер, то есть, раньше я этому значение не придавал, да, то есть, почему, ну, типа, я всегда использую софт клип, мне, в принципе, вполне устраивал, даже не думал об этом, да, то есть, меня устраивал в стендард клипере софт клип режим, но, видимо, в них вообще нет никакой разницы, ну, вот, ну, типа, какого хрена, да, то есть, вот, еще раз просто сравните, как, допустим, это выглядело вот у другого клиппера, который, так, я могу тут, нет, не могу, который я использовал вот этот вот, не FineJot Saturate, то есть, вот, явный софт клиппинг, мягенько, да, а вот, явный хард клиппинг, ну, а в стендард клиппере почему-то все только, ну, типа, только хард, странно, но, с другой стороны, еще раз говорю, именно хард клиппинг, он больше полезен, все-таки, в большинстве случаев для электроничной, так, огибающий не меняется, ну, так, смысле, а должна меняться, то есть, зачем тут есть разные режимы, если огибающий не меняется, причем настройки самой огибающей, как ты видишь, нигде нет, то есть, ну, типа, вот она, да, то есть, ну, что, что, что я с ней сделаю, вот, ну, типа, сама огибающая есть, но настройки ее, ну, вот, ну, вот это, что ли, сатурация, ну, давай попробуем, может, действительно, я что-то не, не просто не вкурил, тут нестандартно, это как-то работает, ну, посмотрим на картинку, есть сатурацию в полные выкручу, то есть, получается, вот это софт клиппинг, а вот так, ну, типа, тогда я не могу просто быстро переключаться между ними, что ли, но вот это выглядит, как софт клиппинг, в принципе, я тут согласен, но он быстро, ну, все равно как-то странно себя ведет, окей, вот это больше похоже, но, типа, это называют сатурация здесь, да, ну, короче, немножко странно, немножко странно это себя ведет, вот, короче, это никак на его звук не влияет, да, то есть, это абсолютно нормальная тема, вот, но именно у стандарт клипера есть такая вот, ну, такое странное поведение, вот, то есть, когда мы разобрались, как, в принципе, клиппер работает, да, то есть, для чего он, собственно говоря, применяется, и давайте сравним его с лимитром, например, ну, кстати, я тут даже картинку загуглил, вот, например, картинка, чем клиппинг разных видов отличается, да, то есть, друг от друга, то есть, вот, еще раз, то же самое, вот, это оранжевенькое, это софт клиппинг, более гладко, да, более мягко, а хард клиппинг, резкое отрубание, ну, лимитирование от этого всего отличается просто тем, что у нас, по сути, ну, по сути, громкость понижается, потому что лимитр это компрессор, вот, давайте проверим, как, допустим, это будет работать на вот таком примере, софт клиппера не бывает в природе, окей, окей, я с этим не спорю утверждением, я считаю, что бывает, вот, ну, давайте послушаем и проверим, как это все работает, вот такой вот у меня есть примерчик с клиппингом и огромными пиками, в чем проблема вот этого, вот этого примера, да, в том, что, допустим, ну, вот этот звук, вот этот бит, например, который я здесь сделал, он, на самом деле, довольно тихий, то есть, ну, вот, я думаю, у вас было такое, ну, в продакшене, то есть, когда вы, вроде, смотрите канал, хреначить на полную катушку, но, блин, этот звук заметно тише, да, чем нужно, то есть, он не в балансе вообще, то есть, поэтому, ну, почему это происходит, это происходит из-за того, что слишком много вот этих лишних пиков, лишних трейдсентов, которые нам, собственно говоря, и нужно убрать, то есть, чтобы звук, во-первых, ну, типа, не перегружал лимитер на мастере, ну, и вообще его, в принципе, можно было раскачать, да, я тут ему добавил еще немножечко атак, чтобы было, ну, более понятно, да, давайте посмотрим, как клипер с этим справится и как он будет отличаться по звучанию от лимитера того же самого, так вот, я открою свой стендарт клип, который я, ну, я потом в конце скажу, какой мой любимый все-таки клипер, да, то есть, стендарт клип, он очень хороший, но я его использую в 99% случаях, но, да, есть еще другие валики. Крутим одну ручку и лишнее все срубаем. Вот давайте попробуем услышать разницу, да, то есть, ну, увидеть разницу можно, то есть, еще раз, вот так, на картинке, ой, нет, выключу, вот так было, то есть, у нас пиковало просто до хрена, вот, выше нуля, все, клипинг валит, так стало. Давайте послушаем разницу именно в самом звуке. Ну, окей, так, оставь. То есть, разница в самом звуке довольно минимальная, то есть, вот, не пропадает вот этот панч, что самое для нас главное. Давайте проверим, как, допустим, это звучит, если залимитировать это, то есть, если не заклипировать, а залимитировать, то есть, то же самое сделаем, сделаем, сколько там у нас было, минус 9, ну, пусть будет минус 9. Вот, именно на начало барабанов, обратите внимание. Или клипер. Ну, можно даже вот так, вот, в принципе, два поставить, да, то есть, два рядом просто, например, один с лимитером, а второй с клипером, чтобы сразу слышать разницу, да, например, вот так и вот так, допустим. Ну-ка. Вот, то есть, явно лимитер, да, то есть, у нас срезал слишком сильно вот эти вот панча, вот этих вот атак. Так, это беда лимитеров. Да, вы можете сказать, что, типа, да, что ты, Эйблт, носки, лимитер взял, да, то есть, он говно. Но это, ну, типа, на этом примере просто показательно, но все равно так все лимитеры будут работать, потому что их задача все равно это не просто срезать пики, да, то есть, а их все-таки закомпрессить. То есть, он лимитер гораздо мягче работает. Вот, нам это не канает в случае drum and bass, допустим, ну, танцевальной музыки. То есть, нам нужно, чтобы панч, вот эти вот щелчки, они все остались. И я просто миллион слышал таких демок, да, где вот барабаны, они, ну, вот такие. То есть, они смазаны, и они, ну, недостаточно валят, короче, для танцевальной музыки электронной, да. То есть, нам нужно, чтобы они сохраняли свой панч. Поэтому, ну, типа, в этом случае клипер заметно предпочтительнее, да, то есть, чем, например, лимитер. Вот, давайте попробуем посмотреть теперь, лимитер сжимает звук. Да, то есть, еще раз говорю, вот все, что мы про клипер говорим, это применяется в основном только для танцевальной громкой музыки. То есть, если у вас там какой-нибудь лифтовый джаз, да, то есть, ну, что-то такое мягкое, там не надо клиповать. И у клиппинга есть один существенный тоже минус, который иногда не для всей музыки его позволяет использовать. То есть, даже если нужно громко, ну, попытаться сделать, да, то есть, оно иногда не получится клиперам это тоже сделать в некоторых ситуациях. Попробую объяснить потом, почему. Вот, и давайте послушаем, например, вот эту ситуацию, да, то есть, какой-то а-ля микс. Вот, который мы хотим раскачать по громкости, да, допустим. То есть, ну, раскачка по громкости, скорее всего, должна проводиться, ну, не просто клипер на мастер, да, то есть, клипер на мастер, это, конечно, хорошо, но как-то, ну, не всегда получится, конечно, круто. Поэтому давайте попробуем сначала поклиповать отдельно звуки. То есть, допустим, вот у нас есть барабаны, я на них кинул клипер, давайте еще раз посмотрим их картинку. И сколько мы можем срезать с них лишних трейнзентов. То есть, я клипую этот сигнал, пока не буду начинать слышать какой-то, ну, такой значимый дисторшн, да, то есть, особенно на низах. Ну, допустим, так. То есть, было еще раз вот так. Что делать, если дисторшн все-таки появляется, да, то есть, например, нам надо заклиповать побольше этот звук, вот, но уже, уже слышен дисторшн, да, то есть, уже начинает заметно вот этот легкий такой, неприятный звук, да, на низах появляться. То есть, это, кстати, вот, если кто, разработчики каких-нибудь клиперов меня смотрит, пожалуйста, добавьте эту фичу хоть в какой-нибудь клипер, потому что этого, блин, вообще нигде нет. Короче, чтобы убрать дисторшн, надо перед клипером юзать эквалайзер, то есть, эквалайзер с убиранием низов. То есть, допустим, вот у меня перед клипером я поставил экюшник и... Вот, кик дисторшн, да. А теперь нет. Вот, еще раз. Так было. А теперь нет. Почему-то ни в одном клипере, да, ну, по крайней мере, который я знаю, нет вот этой фичи. Ну, типа, чего тебе, ну, добавь ты ручку, да, там, в клипер какого-нибудь примитивного эквалайзера, просто опустить низ. Вот, ну, окей, допустим. То есть, я срезал, получается, с вот этого звука, сколько пиков, вот если я посмотрю на шкалу, минус 6. То есть, я могу в целом тупо взять и добавить вот эти же 6, потому что у меня этот бит под 0 был. Давайте сравним, как было, как стало, да, с обработочкой вот этой. То есть, я выключу, ой, так, сейчас эквалайзер еще то, что я поставлю. Было так. Стало так. Да, вы можете начать говорить там, что, ну, окей, ты начал сжимать, да, то есть начал раскачивать громкость, но пошла грязь вытягиваться, и так и есть на самом деле. То есть громкость нельзя безнаказанно, да, то есть вытягивать, ну, типа, естественно, это в какой-то роде, в каком-то роде все равно компрессия происходит, да, то есть, поэтому у нас, ну, типа, вытягивается лишняя хрень тоже вместе с полезным сигналом. Ну, а если что-то такое относительно компромиссное нащупать, да, то есть, ну, и вообще, вот, в принципе, проанализировать, что получилось, то есть мы громкость качнули этого звука, да, то есть он был заметно потише. Вот такой, а стал такой. Если попробовать, например, сравнить, ну, довольно грязно, я, наверное, тут борщину, надо поменьше было сделать, но все равно в миксе, скорее всего, для драма бейса это пойдет. Если сравнить, допустим, лимитер, мог бы это сделать, давайте даже, может, возьмем не лимитер, не всякое говно и ботновское, ну, или лимитер и ботновский это самый плохой плагин, который у них вообще есть, в принципе. Давайте вот озоновский возьмем, допустим, максимайзер, посмотрим, смогу ли я давануть этот бит еще. Ну, в данном случае получается, что озоновский максимайзер даже неплохо справился, то есть здесь доршин минимальный, но окей, но такое бывает не всегда. Вот, в принципе, клипером мы, ну, как-то громкость повытянули, да, то есть этого звука. И это то же самое, то есть басок, который тоже можно, скорее всего, заклиповать. Хотя у него тут уже клиповать-то нечего, ну, попробую. Не, ну, с басами уже, конечно, тяжелее. Ну, и такой же принцип примерно, то есть если надо большую громкость, то опускаем, естественно, этот низ. Так, только давайте я сейчас до той же, до того же уровня его доведу, который он был, минус 2, да. Допустим, тоже тут будет минус 2, ну, чтобы чисто слышать, ну, типа, без увеличения громкости. Пиковая громкость. Вот, опять же, слышно, что звук повысил свою громкость, да, ну, типа, субъективную громкость. Субъективно? Объективно? Вечер в стримхату, да, здорово, Костя. Так, ну, и давайте попробуем на мастере это все теперь тоже поджать, опять же, клипером. Так, ну, опять же, стендард клип. У нас сейчас громкость вообще какая получается. Минус 8, минус 8, нам надо побольше. И примерно такой же, ну, такая же процедура, да. То есть, типа, опускаем громкость, сабо. Поднимаем громкость всего остального. Минус 8, да. Ну, и так далее. То есть, в принципе, это можно проводить до какого-то, ну, такого экстремального, короче, уже значения, да. Еще громче. Ну, в общем, я думаю, вы уже начинаете потихонечку понимать, то есть, как, как работает вот это вытягивание, ну, каких-то суперэкстремальных, да, громкостей, лупсов. То есть, это я еще, ну, ничего не делал, никакого нормального, адекватного сведения, то есть, кроме, тупо, вот, клипования и получил там, ну, в каких-то, в пиках, минус 3 лупса, да, то есть, ну, типа, это довольно много. То есть, кто, там, ну, знает в громкости что-то, да, то есть, минус 3, минус 4, это до хрена громкости для трека. Вот, то есть, короче, смысл примерно в этом. Лимитером так не всегда получится, далеко не всегда получится, то есть, ну, если вы любого возьмете, например, там, не знаю, прода, drum and bass, там, нейрофанк, ну, короче, жирных вот этих мощных нереально стилей, и спросите его, типа, чё у тебя висит, скорее всего, он, ну, на клипер какой-нибудь покажет, да, то есть, вот, что-то, типа, стендард клипера, вот этого, вот, но всё-таки есть минусы. Есть минусы, ну, какие, во-первых, это, конечно, ну, иногда слишком сильный дисторшн, то есть, да, мы можем убирать саб, да, можем, там, ну, чё-то поджимать, но всё равно, вот, этот лишний, лишняя грязь, она, ну, не в тему, короче, то есть, и, ну, вот, сейчас вот этот звук, я не могу сказать, что, типа, он, ну, для меня приемлемый, он громкий. Давайте ещё раз вот просто послушаем, как это, как это было, да, просто как было, как стало, просто чтобы сравнение у нас было, насколько громкость вот этого лупа, она изменилась, да, ну, типа, чтобы более показательно это всё было. Так, сейчас обработку сюда перенесу, на вот эту группу. То есть, вот это было, то есть стало, точнее, вот это было. Вот, то есть получается, что с громкостью мы вытягиваем и грязь, конечно, вот. Это решается, это решается, то есть, например, ту же самую грязь, да, вот эту, которая у меня, ну, после вот этого увеличения громкости, да, с помощью клипирования, ну, я могу убрать, например, с помощью того же самого, там, трэнзин шейпинга, да, то есть, ну, или просто там подобрезать лишние хвосты у барабана. Ну, допустим. И уже будет почище. Ну, то есть, что-то я могу сделать, что-то могу сделать, но не до бесконечности, да, то есть и там, когда, ну, всё-таки надо, допустим, ну, сохранить мягкость, скажем так, да, то есть какого-то низа, то есть особенно на низах, вот клипер плохо себя ведёт, то есть он начинает слишком сильно дисторшни, да, то есть и перегружает звук. Ну, блин, так это работает, это суть технологии, да, собственно говоря. Но, ну, то есть, например, давайте попробуем сделать саб из вот этого звука, то есть я вот... Так я и не слышу, что он дисторшни, да, но если я вот, например, попробую сделать сабик, ну, я надеюсь, что вы там что-то слышите, да, вообще там появляется вот этот, ну, неприятный лишний дисторшн. То есть вот его нет, да, без клиппинга, а тут он всё равно появляется. То есть мы не можем обеспечить вот эту, короче, полную, ну, такую мягкость, да, то есть прозрачности, как это сказать-то, короче, ну, просто трек грязный, то есть любой громкий трек, он в любом случае получается более грязный, да, то есть это другой вопрос, что, ну, там, грязь она в тему многим стилям, да, то есть она наоборот, ну, делает только лучше, делает жирнее, да, вон, в конце концов, всякие аналоговые любители приборов, там, компрессоров, они вообще эту грязь обожают, они как это, как, не будем говорить, кто вот так обмазывают с этой грязью, с их любимого какого-нибудь компрессора, вот, в конце концов, почему мы не можем, но, да, то есть если у вас музыка всё-таки такая более натурально звучащая, да, то есть всякие пианинки, например, а, ну и да, вот про пианинки тоже, вот клиппинг себя довольно плохо ведёт с резонансами в середине. Сейчас попробую пианинный луп какой-нибудь найти, я не подготовил этот пример, но попробую продемонстрировать. Ну, я думаю, можно вот на вот этом звуке попробовать продемонстрировать, как это будет себя вести. Так. То есть, допустим, я вот хочу клипануть вот этот звук. Не знаю, я не уверен, получится или не получится, этот эффект нам увидеть. Вот. Вот я чуть-чуть клипу его, уже появляется, вот из-за вот этих резонансов, да, то есть в низах всё, в принципе, просто. То есть там опустил, ну, низ, да, там, low shelf, а мы окей, у тебя дисторшн ушёл. А что делать здесь? Вот у меня есть дисторшн, и что конкретно я должен здесь опускать? Эту частоту нельзя. Тут тоже ничего не меняется, да? А, ну, конечно, я тоже гений, до клипера это делать надо, естественно. Остался, остался, остался. Что их вот, ну, много, что ли, наделать, да? Тогда я звук убью. Вот пропал, да? Но. Но звук стал заметно другой. В середине мы не можем просто так брать и удалять, ну, образующие частоты, да, то есть этого звука, то есть это не низ. Вот. То есть, например, вот этот звук с клиппингом, ну, нормально не получится раскачать, да? То есть он, ну, вот почему все-таки лимитеры до сих пор еще существуют. Вообще, да? Почему уже все не в клиппинге, не в клипперы превратилось? Вот. Допустим, если я повешу какой-нибудь лимитер, ну, давайте вот максимайзер возьмем азоновский. Так, сейчас я уберу. Насколько я сделал громче звук? Да, дисторшн небольшой появляется, но это абсолютно даже не близко не стоит, да, с дисторшном от клиппера, который вообще довольно тихо еще, между прочим, как-то делает. То есть лимитер, например, вот для подобных звуков, для вокалов, для, там, каких-то пианин, ну, короче, тех, которые, которые насыщены средними частотами, и, ну, типа, узнается их натуральность. Не знаю, как это сказать, да, то есть правильно. То есть вот, например, этот бас, ну, если он будет за дисторшненой в середине, я даже этого не пойму. Потому что у него такой звук, да, то есть, ну, ему идет, короче, дисторшн, он в тему. А вот у этого электропианино я сразу слышу, что это какой-то, ну, неприятный, искаженный, измененный звук. То есть это неприемлемо. Поэтому, ну, типа, не получится клипер применять в любой музыке, да, то есть абсолютно там, ну, в музыке, которая имеет разные звуки, да. Я бы еще кинул гайд, вообще гайд по клиппингу чекнул. Костя вначале примерно там ей рассказал, что клиппинг, в принципе, делает, так что потом в видосике ты посмотришь это. Вот, то есть, получается, клипер на лупы или группы стоит использовать, или на отдельные звуки. Слушай, по ситуации и на отдельные звуки, и на группы, ну, типа, практически на все. Практически на все. На мастер все-таки я бы советовал хороший лимитер вместо клипера. То есть можно и клипер, но лимитер получше, потому что он все-таки меньше искажений дает. То есть нам, по сути, нужен просто очень быстрый лимитер, да, то есть вот, например, как озоновский максимайзер или какой-нибудь там стелс лимитер, да, там инвизибл лимитер, ну, что-то такое быстрое. Не медленные лимитеры, да. У пираминок колокольчиков до клипера нужно вешать мультиполосный компрессор. Попробуй. Я еще раз говорю, что самая главная проблема это в том, что вырезая что-то, да, подавляя частоты до клипера, ты, ну, этот звук, ты его делаешь менее натуральным. То есть это, окей, с этим еще ладно, это может быть, можно представить, но если это будет какая-то более там, вокал, например, да, то есть если это будет более сложная партия, ну, нельзя, нельзя это сделать. То есть ты просто угробишь звук, да, он станет погромче, но он станет, ну, более тухлым. Я не знаю, как это объяснить, то есть, короче, это так не делается. То есть так нельзя, короче, звук, звук угробить в пользу чего-то. Поэтому, например, да, все-таки клиперы не всемогущие, да, то есть не всесильные. Но вот для, типа, музыки, где синтетические звуки, где дисторшн в тему, где нужна большая громкость, это вот самая, ну, самая офигенная вообще штука, да, которая нужна. Ну, и даже если вы все-таки, например, ну, пишите что-то такое относительно, ну, как бы натуральное, да, вот я еще раз показал, показываю пример, когда клипер действительно нужен. То есть вот, допустим, барабаны, сейчас вот я, которые, ну, они звучат довольно натурально, да, то есть у них были вот такие огроменные пики. Клипером мы это все срезаем, просто хотя бы для того, чтобы лимитеру на индивидуальной дорожке, да, то есть на одной дорожке, чисто для того, чтобы лимитеру в конце, вот на мастере вашему, было полегче. То есть чтобы он не охренел от того, что у него, ну, давайте вот с этим звуком включен. То есть это вот, ну-ка, форма волны, да, то есть без вот этих лишних пиков, а вот как это выглядит с кучей пиков. То есть вот лимитеру все это придется обрабатывать дополнительно, так как звуки смешались, это только два звука, там еще какой-нибудь вокал и бас добавляется, и лимитер начинает, как говорят, говорят захлебываться, да, то есть поэтому вот клипирование до, ну, типа, до лимитера, там где-то возможно, оно неплохо помогает, немножко звук почище сделала, да, то есть лимитеру жизнь облегчить, и, ну, в итоге получше все работает. Вот, например, компрессия, вот в этом случае, да, вот давайте проверим, как, допустим, работает компрессия. То есть не лимитер, не клипер, а компрессор. То есть почему? Потому что многие тоже, ну, пытаются вот эту проблему компрессии решить. Кидаем компрессор, ну, нам, чтобы пики срезать, нам, естественно, нужно атаку минимальную, да, держать. Ну, вот, компрессор, да. Давайте другой попробуем, может быть другой адекватнее будет работать. Ну, вот этот вот больше похож, но он, он уже меняет сильно динамику, да, то есть то, что, например, там, звук снейра, который нас устраивал по балансу, он уже становится другим. Вот, например, почему я не люблю компрессию, то есть у меня, потому что мне нравится выстраивать свой баланс с ручками, да, то есть и я хочу, чтобы он сохранялся, а компрессор его, блин, меняет. То есть компрессор, например, именно для этой задачи, он тоже не подходит. Вот, то есть в итоге получается, что лимитеры нужны, то есть, ну, ни одного трека, если вы пишете хоть какую-то танцевальную музыку без лимитера, без клипера, точнее, нормально не написать. Клиппер срезает лишние трензинты, которые часто мешают лимитеру тому же самому, да, то есть дают грязь, то есть клиппер грязный, он вытягивает эту грязь лишнюю, дает дисторшн, вот, он может сильно расключать громкость, если это надо, но, я говорю, у вас лучше избегать его на каких-то среднечастотных натуральных звуках, то есть это, ну, блин, можно, конечно, можно, да, эквализировать, вешать какие-нибудь там эти, сузы те же самые, да, чтобы он там давил резонансы, которые мешают, но, я говорю, в моем понимании это все, скорее всего, только будет звук убивать, если честно. Ну, разные бывают ситуации, когда-то сработает по-любому, да, когда-то не сработает, вот, но, я думаю, что это не очень хороший варик. Лимитер работает, ну, как-то, среднее, да, между клипером и компрессором, то есть он, вроде как, меняет динамику, но не так сильно, ну, и не громко, так громко позволяет, все-таки, расключает звук, то есть, но, и искаженность не такая, то есть, опять же, иногда это в тему, да, то есть, ну, компрессия, где-то вообще собей, то есть, ну, расставим компрессоры, любителям компрессоров, мне почему-то, вот, и лимитера, и клипера, более чем хватает, да, вот, стендард клип, как я говорил, он довольно базовый, вообще клипер, то есть, ничем он таким особо не примечательным, мне он нравится только, вот, тем, что у него есть, ну, две независимые ручки, да, вот, клип и силинг, что у него есть, гейн, после клиппинга, то есть, это супер полезно, потому что, еще раз, то есть, я, допустим, хочу клипануть, вот, например, этот язвук, так, где, где мой, где мой клипер, да, не то, вот это, вот, я клипанул, но он тихий, а я, мне нужно поднять еще громкость, да, то есть, до того уровня, который, например, был, там, до нолика, допустим, могу, силинг есть, то есть, все, в принципе, тема, в тему, но он платный, этот стендард клип, то есть, те, кто, ну, там, не знал, он, ну, от компании, собственно говоря, Sir Audio, очень хорошая компания, тут много всех разных, у них плагинов годных, гейты есть, этот, реверб какой-то свой, ну, я говорю, главный у них, это вот стендард клип, есть, и очень много, кто пользуется, на самом деле, он хороший, вот, а стоит, да, стоит 20 баксов, дешево, но все равно, деньги какие-то требуют, вот, из альтернатив, которых я могу лично посоветовать, ну, во-первых, это, конечно, фри клип, фри клип, это, ну, до того, как я купил стендард клип, да, то есть, это был мой любимый, вообще, в принципе, клипер, фри клип, давайте, вот, его посмотрим, так, фри клип, так, вот, закидываю его, например, сюда, ну, давайте посмотрим, это вторая версия, там у него есть первая версия, ну, она уже все устаревшая, в принципе, то же самое все делает, то есть, вот, если на картиночку посмотреть, тоже, ну, только здесь мы ceiling опускаем, да, то есть, это, типа, потолок, вот, у него есть hard, софт и разные другие виды софт режимов, да, то есть, ну, типа, они вот по-разному называются, по сути, это еще более просто софт, больше софт режим, в принципе, у стендер клипа нет такого, например, есть oversampling, ну, есть output gain, то есть, можно после клиппинга еще поднять, короче, годнота, да и только, то есть, вот этот фри клип, ну, крайне всем советую, в принципе, он, ну, стендерд клипу ничем не уступает, вообще ничего не уступает, только интерфейс более всратый, неприятный, но для многих 20 баксов лишних это не стоит, да, вот, есть старый добрый G-клип, но G-клип, он, к сожалению, он уже сильно устаревший, да, то есть, у меня, вот, я его даже поставить толком не могу, потому что он, ну, настолько древний, что на новый, вот, проц мой Apple M1, он, ну, он тупо не работать не будет, да, то есть, это устаревший формат уже, но, в целом, многие его хвалят, этот G-клип, да, то есть, многим он нравится, ну, давайте посмотрим, как он выглядит на картинке, так, что, не забудьте, ZT Clipper Brainworks, ну, да, можно посмотреть, но, я говорю, я не ожидаю, что что-то там будет по-другому, да, то есть, работать, то есть, вот этот G-клип, в целом, тоже ок, если у вас, ну, не самый новый комп, да, то есть, то, в принципе, тоже можно качать бесплатно, вот, есть K-клип, который стоит бабосов, но он тоже очень хороший, у него есть режим MidSide, вот это прям, огонь, да, то есть, есть анализатор громкости, ну, в целом, есть разные тоже режимы, не вижу, что он прям сильно бы был лучше, да, чем тот же Standard Clip, но окей, стоит дороже, кстати, вот, из моих любимых, самых таких вот, которые я использовал годами, кроме Standard Clip, да, то есть, это, во-первых, который я уже показывал, New Fanged Audio, где он тут был, Saturate, вот, то есть, когда он вышел, я его сразу взял, мега крутой клипер, с антиалясингом, с лимитированием, то есть, еще, его, кроме этого, есть еще и лимитер, с возможностью менять кривую клиппинга, да, то есть, от Soft до Hard, мы можем поставить под свой вкус, с какой-то восстановлением детальности, ну, это реально работает, я хочу знать, что это конкретно, как это конкретно работает, да, то есть, реально там, где, например, пропадали атаки, он их добавляет, ну, то есть, прикольно, симметрии вообще в душе, не знаю, что такое, ну, а, понятно, по картинке понятно, это для DC offset звуков, ну, короче, не знаю, зачем это конкретно может пригодиться, но, окей, тоже есть, очень крутой клипер, один из самых крутых, и, вы не поверите, какой клипер, еще супер топовый есть, вообще, прям, мега топовый, один из лучших, который, все drum and bass продюсеры, ну, по крайней мере, очень многие, юзают просто за обе щеки, это вот такой вот клипер, от фирмы Elysia, Elysia, не знаю, как правильно называется, вообще, это компрессор, то есть, это компрессор, Elysia Alpha Master, вот, хороший компрессор, хорошая эмуляция, ну, довольно известной железки, и у него есть свой клипер, то есть, ну, мне он, в принципе, нафиг не упал, как компрессор, да, то есть, у него хороший свой клипер есть, то есть, вот, в этом, так, я сейчас тут ничем не обрабатываю, фриклип у меня стоит, а этот, подожди, Elysia я куда кинул, хрен знает, куда я кинул, кинул, кинул сюда еще раз, у него есть свой софт клип, который очень хорошо, мягко, музыкально работает на мастере, вот, типа, вообще, вообще незаметно, это Лиза быстро слет клипер, но где, я уже до жопы заклиповал, вообще, еще даже не срет, вот, в максимум, ну, да, появился уже дисторшн, да, то есть, но, мягенький, мягенький, единственное, что нету, ну, типа, восстановления громкости, нету ведь, подожди, нет, нету, да, то есть, приходится ручками, вот, ну серьезно вот этот элизия клипер он часто заходит почему-то вот он именно его музыкальность какая-то она часто в тему короче работает но даже вот я думаю вы увидите что у меня в принципе минимум три клипера да то есть которые я не могу сказать что есть какой-то универсальный стендарт клип это рабочие рабочая лошадь да то есть ну просто для того чтобы заклиповать берем стендер клип все на из он супер лайтовые для процессора абсолютно лейтенции минимально полторы миллисекунды например тот же самый дел там у нее был не фэнжел заметно больше лейтенции заметно больше живет ресурсы то есть он действительно гораздо более жирно чем тот же вот стендарт клип то элизия еще больше живет ресурсы то есть это ну совсем есть сейчас хотят у него лейтенции небольшой но я его только на мастере есть честно стараюсь вешать если вообще вешаю потому что он ну довольно таки ресурсоемки вот хотя не знаю примерно на как new фэнжел поэтому по загрузке да на проц вот но free клип он такой же как стендарт клика то есть серьезно вот если вот разница между стендарт клип и free клип только немножко в возможностях на что как бы ну здесь есть еще сатурация здесь ассистент какой то есть который нафиг не упал оверсэмплинг хотя тут тоже этого оверсэмплинга вроде как то что нет настройка оверсэмплинга были же старом были а вот блин конечно смотрю прям на ручку оверсэмпл и не вижу ее да вот но тут еще более мощный тут какой-то 256 сэмплинг есть но вот это 20 баксов это ноль то есть в принципе вот все что нужно вот в нуле вполне спокойно есть работает на любых современных машинах кайфово поэтому новом типа free клип лично я советую то то есть ну а те кто хочет чуть-чуть покрасивее интерфейс по немножко больше возможности возможно немножко лучше звук да то есть вот стендарт клип тоже хороший варик free клип только что показывал да вот этот вот free клип это вообще бесплатный можно вообще никому ничего никому ничего не платить вот brain от brain works сказал да есть какой-то клипер ну-ка вот это да их какой-то новый не знаю не тестировал скорее всего как и все brain works а штука хорошая но какая цена 250 2 250 ну естественно все что плагин alliance это ему стоит там красная цена 20 или 30 баксов до по скидке но то что за него так вот просят конечно нереально то есть но это вряд ли что-то супер такое есть да крутое хотя ну по картиночке выглядит неплохо да с еще автоматическим каким-то режимом ну наверное прикольный но я говорю за эту цену нет то есть от клипера намного не надо надо просто чтобы он рубанул лишние пики да и все и сделал это максимально прозрачно чтобы ничего не не дисторшнила да и все к нему надо айдеть последний ну кажись да вот стендарт клип как бы берем и идем сел сел и поехал ну или free клип для любителей бесплатно чё там кстати какая-то какая-то штука промелькнула может надеюсь что он не требует нет connection к интернету вот так что вот такой вот получился нас гайд по клиппингу 20 раз еще расскажу то есть если вы все это посмотрели и у вас получается плохо звучащая музыка это нормально то есть клипер мне для всей музыки он только для вот той которая должна быть с торшином и должна быть громкая то есть хип-хопчик пианиный low-fine и там клипер не нужен то есть ну и за час какой-то liquid fun ты не знаю любые стили где нужна натуральный звуков там лучше без клипера лучше лимитерами а будет немножко потише у вас но зато она будет более натурально более прозрачная то что надо то есть громкость она не обязательно нужна я не фанат есть честно этой вообще большой громкости да то есть не поддерживаю скажем так войну громкостей ну то есть мне не нравится когда трек сильно громкий да мне нравится чтобы более сбалансированные ну ну типа громкости вот уже второстепенно я могу ручку громкости подкрутить мне это не сложно вот но да то есть равно тенденции современной надо громко валить также такой гайдик надеюсь был вам полезен ну кто знал как работает клиппер вряд ли вы что новое узнали но лишний раз подтвердили свои все знания что то что тоже хорошо в принципе так что дам не забудьте подписаться на youtube чик и поставить лайк пожалуйста нажмите лайк этому видосу или по другому любому другому какой понравился все вот видосы я делаю на с учетом своего свободного времени трачу на это свои ресурсы вот так что пожалуйста поставьте лайк это самое минимальное как вы можете отблагодарить человека за трату своих своего времени вот ну и нашу тележку конечно не забудьте подписаться я теперь еще пишу постоянно всякие выводы ну типа текстовые небольшие да всякие другие штуки тут в телеге есть так что заходите emphasis общедоступный канал наш ну и конечно подписывайтесь на комьюнити наш вступайте в клуб вот 20 процентов скидка тем кто с youtube она смотрит там ссылочка в описании есть но так спасибо что эту неделю смотрели канал наш emphasis просвещались надеюсь полезно было то есть принципе мы за это за эту недельку много полезных вещей поделали ладно все всем респект увидимся пока хорошего вечера